добрый день я хотела бы поделиться тем как я научилась на вышивальном ютюбе вышивать и заканчивать вернее начинать и заканчивать крестики на лицевой стороне в данный момент это мой самый самый любимый способ тот способ которым я постоянно пользуюсь и перестала что-то что-либо заканчивать на изнаночной стороне даже вот если я вышиваю что-то на руках мне не нравится это все крутить мне нравится смотреть на лицевую сторону здесь начинает заканчивать мне не нравится никакие ниточки торчащие соответственно я обычно вышиваю одной иголочкой начинаю заканчиваю если у меня остается эта ниточка иногда я как бы ее оставляю допустим до следующей какую какой-то части с этой ниточкой либо я даже освобождаю эту ниточку если вот допустим данной работе красный цвет я уже закончила я соответственно полностью вытаскиваю ниточку и отправляю ее обратно на пасмочку вот но я как бы хочу показать в немного увеличенном виде я буду вышивать как бы два на два квадрата то есть вместо одного квадратика как бы обычного это 11 аккаунт я буду вышивать два на два квадрата в общем начинаю я на лицевой стороне ввожу ниточку в центр оставляю вот такой хвостик совсем небольшой как бы в каждом кресике ниточки идут либо в лицевом либо в продольном положении то есть я как бы смотрю по направлению ниточек но на данном примере у меня это и получится здесь как бы направление в разные стороны идет в общем перехожу через одну через две ниточки допустим сейчас я перешла через одно если вы видите вытаскиваю отсюда иголочку так у меня остается потом я захожу обратно в центр сейчас я вышиваю в шесть ниток допустим эта работа вышивается в три нитки этот пример в шесть ниток соответственно вы видите размер петельки во много раз увеличенных но для примера я думаю это то что надо потом я ложу первый первую часть крестика допустим надеюсь вам видно ложу первую ниточку вот она уже прошла через эту петельку ложу вторую ниточку который идет поверх пожалуйста совершенно ничего не видно красота и тут же я хочу с вами поделиться как я заканчиваю допустим заканчивая так я вышиваю полностью крестик полностью отшитый крестик если вы видите у меня одна ниточка идет сверху одна ниточка идет снизу и я мне нравится заканчивать в этом же самом квадрате то есть не в соседних квадратах а в этом же допустим что я делаю я вывожу ниточку из центра вывожу ниточку обратно сюда в центр центр этого квадрата в центр этого квадрата но не через сами эти нитки а вот отсюда я хочу выйти то есть вот так их раздвинуть и выйти но я это буду все делать как бы с изнаночной стороны я хочу выйти то есть немного вот так вот отодвигаясь смотрите как у меня получается я вышла и обратно я хочу заходить я буду заходить не через вот эту вот пропуская нитку то есть вот это будет неправильно потому что петелька свет ляжет сверху ее будет видно а а я буду окутывать свои вот это окончить оканчивающийся ниточкой нижнюю нить квадрата крестика то есть соответственно я буду заходить вот так если вам видно и захожу и обратно в центр смотрите как получается захожу обратно в центр то есть на данный момент получается вот так ну стоит мне поправить пальчиком все ровненько ничего не не видно особенно как бы естественно в шесть ниток это немного видно вот так вот допустим ничего не видно особенно после стирки после отпаривания это все закроется и заканчиваю я обычно как бы вывожу нить полностью с какой-нибудь стороны крестика с любой полностью вывожу нить и ее обрезаю прям под самый-самый кончик есть еще один способ чтобы закончить квадрат допустим вот этот способ который я вам показала он идеален когда каждый из этих крестиков уже вокруг зашит а если представить что вот как сейчас много крестиков не зашита я опять в принципе это такой же способ как начинать как я только что начала квадрат я выхожу из центра я как бы окутываю иголочкой одну ниточку иногда две опять иду по направлению нитей но это как бы на этом примере направлении нити я не могу вам продемонстрировать получается такая петелька выхожу обратно через центр допустим вот так вот получается вывожу нить и вот на данном моменте я ниточку чуть-чуть здесь затягиваю и обрезаю ее полностью-полностью под самый конец останется такая маленькая петелька она закроется потом этим же цветом или любым другим цветом это ничего не будет видно а теперь я могу вам хочу показать это на допустим на самой своей работе допустим сейчас я вышиваю вот таким цветом этот цвет у меня то вот этот допустим давайте представим я начинаю я захожу в центр вот здесь вот я смогу вам продемонстрировать направление нитей оставляю такой хвостик вот если мы видим вот данный квадрат нити верхние направлены вот в этом направлении соответственно я начинаю петельку не сюда а начинаю петельку вот сюда то есть давайте я начну ой что же я делаю то есть чуть не запуталась то есть я делаю все то же самое только выхожу с того края держу этот хвостик потому что он очень легко ускальзывает и обратно я захожу опять в центр посмотрите пожалуйста извините за эти тени так вот я захожу в центр на данный момент это вот так сейчас я обрезаю хвостик если вы видите это сама петелька исчезла в этом же направлении нитей сейчас я возьму и обрежу полностью хвостик посмотрите пожалуйста вот этот моя петелька которая идет в этом же направлении как и сами вот эти верхние нить совершенно ничего не видно теперь я буду выходить отсюда и заходить сюда все верхней нитью я завершаю крестик посмотрите пожалуйста совершенно ничего не видно когда я вышиваю первый крестик я сильно не тяну ниточку и вот такой вот замечательный крестик у меня получился я сама лично в восторге от этого способа я очень благодарна что я его увидела совершенно мне не нравится переворачивать работу и протягивать вот так вот под нитями то есть мне это столько неудобства доставляет а тут просто красиво и мне каждый раз каждый раз когда я начинаю заканчиваю это меня так умиляет удивляет я сама лично в полном восторге нахожусь от этого способа и вот я вам сейчас покажу я хочу прям тут же и закончить то есть на этом маленьком примере я вот вышиваю эти четыре крестика и последний это будет вот этот мой крестик последний если мы видим конечно же я только для примера сейчас заканчиваю эту нить в норме я закончив этот крестик перешла бы вот на следующий крестик здесь бы отшила перешла бы сюда потом здесь одна как бы либо отсюда перешла бы сюда пошла бы туда туда сюда но здесь для примера вот это мой последний крестик который только я что я отшила вот оно и я вам покажу то есть я буду выходить вот отсюда но с изнаночной стороны но и буду стараться так чтобы не проткнуть особенно верхнюю нить посмотрите вот так у меня получается тут у нее верхнюю нить и они через центр а сбоку от нее вот так у меня получилось и теперь я захожу вот сюда вот захожу вот с этого боку то есть у меня вот эта маленькая петелька образуется вокруг нижней нити и опять захожу в центр давайте зайду покажу вам эту маленькую петельку вот сейчас она видна вот эта маленькая петелька вот я и затянула она видна меньше вот пальчиком поправила посмотрите пожалуйста совершенно ничего не видно и теперь я выхожу с любого боку чуть-чуть тяну и полностью под самое самое под самую канву обрезают от крестик и вот пожалуйста смотрите в общем это сказка я от этого способа сама в полном восторге ой нет я вот даже сама запуталась я вышивала вот этот крестик последний посмотрите пожалуйста я